Зачем настраивать заголовок Last Modified? Непростая на первый взгляд тема, но ей ее стоит уделить отдельный ролик. Надеюсь, он вам понравится и вы поставите за него лайк под этим видео. Итак, давайте попробуем максимально быстро и самое главное просто разобраться с настройкой заголовка Last Modified. Для начала скажу, что это нужно в первую очередь для снижения нагрузки на сервер и ускорения индексации страниц вашего сайта. Именно поэтому необходимо произвести настройку заголовка Last Modified, особенно для крупных ресурсов с большим количеством страниц. Цель этого заголовка — сообщить клиенту в браузер или поисковой системе информацию о последних изменениях конкретной запрашиваемой страницы. Клиент передает серверу заголовок If Modified Sense, если изменений на странице не обнаружено, то сервер возвращает заголовок 304, Not Modified при этом страница не загружается. Если же изменения вносились, то это будет учтено и сервер введет двухсотый заголовок ОК, страница загрузится с обновленным содержимым. Корректная настройка Last Modified дает следующие преимущества 1. Ускоряется загрузка страниц для пользователей 2. Снижается нагрузка на сервер 3. В результатах поиска отображается дата последнего обновления содержимого страницы. Страницы при сортировке в поисковике по дате занимают более высокие позиции. Существенно ускоряется сама индексация сайта. Почему же роботы быстрее индексируют сайты с настроенным Last Modified? Ответ прост. Если на сайте было изменено всего 20 страниц, то роботы не нужны и индексируют все 500 страниц в поиске нового контента, поскольку Last Modified укажет страницы с изменениями. Но это указание является рекомендательным, как и Sitemap.xml, поэтому робот вначале проиндексирует обновленные страницы, а затем все остальные. Last Modified особенно важен для ресурсов с большим количеством страниц. Ведь на обход каждому сайту роботу отводится ограниченное количество времени, и он может не успеть дойти до нужной страницы. Давайте разберемся, как настроить Last Modified для начала необходимо проверить. Настроен ли у вас этот заголовок? Для этого можно использовать сервисы vervi.com, lastmodify.com, tools.seoauditor.com.ru Если проверка показала отсутствие заголовка, то следует приступить к его настройке. Если у вас статический сайт, то для каждой страницы необходимо прописать код, который вы видите прямо сейчас на экране. После каждого изменения содержимого вручную изменяем дату в коде. И что, каждый раз так спросите вы меня? Да, если сайт статический, если сайт динамический, то используем настройки в PHP. Часто встречается вот такой вот код. Его необходимо добавить в header PHP, но он будет работать только для записей и страниц, и не будет срабатывать на главной. Также он не действительно для таксонимов архивов и учета новых комментариев. В связи с этим рекомендуется использовать следующий код прямо сейчас на экране. Если не успели рассмотреть код, отмотайте немного назад и поставьте на паузу или просто загляните в описание к этому видео. Продолжим. Также можно настроить заголовок, прописав две строчки в файле .htss. Но в этом случае необходимо проверить, не возникнет ли проблем со стороны хостинга. Чтобы не прописывать коды, можно использовать готовые решения для настройки Last Modified. Например, для CMS WordPress есть плагин Clurphy и Last Modified Timestamp. Настройки нужно выполнить с помощью плагина WP SuperCache. Для этого в расширениях настройки активируйте пункт Ошибка 304. Поддержка ответа 304 отключена по умолчанию, так как на некоторых хостингах могут возникнуть проблемы. Для других CMS также существуют свои плагины, ну или в крайнем случае можно заказать плагин у программиста. Следует понимать, что настройки Last Modified не всегда полезны, например, когда на каждой странице установлен сквозной блок информации с регулярно меняющимся контентом одинакового содержания. В этом случае поисковики могут перестать воспринимать информацию как новую и станут реже посещать ваш сайт. В остальных случаях, настроив Last Modified, вы получаете экономию трафика, ускорение работы сайта и выполняете рекомендации поисковиков Google и Яндекс, что значительно ускоряет индексацию и повышает видимость страниц в поиске. Особенно хорошо в этом заметно на ресурсах с большим количеством страниц. Что? А больше нечего добавить? Максимально быстро я постарался вам рассказать, зачем настраивать Last Modified? Не забывайте подписываться на канал, поставьте лайк, а если остались вопросы, то оставляйте их в комментариях к этому видео. Совсем скоро вас ждут новые ролики. А у меня все, пока-пока, всем лайк и хорошего настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok